Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем разбираться с такими вопросами, как карта поляка или карта сталого побыта по корням, что лучше, выгоднее и быстрее. Но прежде чем мы начнем сравнивать процедуру подачи на карту поляка и на карту сталого побыта, прежде всего надо разобраться, что же такое карта поляка и что же такое карта сталого побыта. Что такое карта поляка, вся процедура подачи, кто ее может получить и какие условия получения, я рассказывала в своем первом видео, ссылку я вам оставлю в описании или же где-то, где-то, где-то тут, не знаю, с этой стороны или с этой, где-то будет ссылочка. Поэтому я на этом не буду останавливаться и расскажу о карте сталого побыта. Карта сталого побыта от польского «Побудсталый» – постоянное проживание. Одна из родновидностей карт побыта, дающая право человека проживать на ПМЖ на территории Польши. Также карта сталого побыта – это один из последних уровней перед получением гражданства Польши. Карта сталого побыта выдается на бессрочный срок, но сам пластик имеет срок годности, и это 10 лет. Через 10 лет его можно заменить. Замена пластика стоит 50 злотых. Человек, имеющий карту сталого побыта, имеет те же права, что и гражданин Польши, кроме права брать участие в выборах. И главный обладатель карты сталого побыта может с легкостью подавать на гражданство через президента Речи Посполитой или же через воеводы. Кто же имеет право получить карту сталого побыта? Карту сталого побыта могут получать иностранцы с картой поляка, иностранцы, которые могут доказать польские корни, и иностранцы, которые прожили на побуте часовом больше, чем 5 лет в Польше. И я подробнее остановлюсь о карте сталого побыта по корням. Если у вас нету карты поляка, вы можете подавать сразу же на сталый побут по корням. Для этого вам нужно доказать, что один из ваших родственников, мать или отец, бабушка или дедушка, или же прабабушки, прадедушки, были гражданином Польши. Во всем остальном полный пакет документов будет аналогичный, как и на карту поляка. Кроме одного момента вам надо будет еще заплатить гербовый сбор в сумме 640 злотых и к документам доложить чек о плате. Также вам надо будет пройти собеседование, и собеседование очень так же похоже, как и на карту поляка. И какие же сроки рассмотрения карты сталого побыта по корням? По закону рассмотрение дела должно быть не больше трех месяцев, но вы же знаете, в жизни все совсем по-другому, и бывали случаи, что растягивалось и до года. Как в идеале выглядит подача на побуд сталый? Через 2-3 недели после подачи документов вам на электронную почту придет письмо о номере вашего дела, а также имя и фамилия инспектора, который будет вести ваше дело. Также часто бывает, что вас просят донести еще дополнительные документы. Это может быть умова операции, это может быть данные о родственниках, которые живут на территории Польши, и также это может быть умова о аренде жилья. Часто просят в свободной форме или же в специальном выведенном формуляже написать, для чего вам нужен побыт сталый, какие у вас планы насчет Польши. И, конечно, к этому надо отнестись очень серьезно. Стоит написать, что вы не видите своей жизни без Польши, и все в этом роде. Для подготовки этих документов вам дается 2 недели. После того, как вы запишетесь на повторный визит к инспектору, принесете дополнительные документы, у вас может быть сразу и собеседование. Собеседование, конечно же, проводится на польском языке. И, как я уже ранее говорила, оно очень-очень похоже на то собеседование, которое проходят люди при получении на карту поляка. После собеседования вы ожидаете на решение. И если решение положительное, позитивная децидия, вам следует оплатить еще 50 злотых за сам пластик. Ну и все, и вся процедура на этом заканчивается. Так, стоит ли получать карту поляка, или можно сразу же подавать документы на побуд сталый по корням? Как вы видите, все-таки различия есть. И давайте еще раз подробнее об этом поговорим. Как вы знаете, карту поляка можно получать только в своей стране. Собеседование проводится также на польском языке, но срок выдачи документов приблизительно до трех месяцев. И получив карту поляка, впоследствии при подаче на побуд сталый, у вас очень много бонусов. Это упрощение оформления документов, так как дополнительной проверки ваших документов, ваших польских корней уже не нужно. До этого это уже сделали. Это финансовая помощь. Как вы знаете, это приблизительно до 900 злотых в месяц. И также отсутствует гербовый сбор в сумме 640 злотых. Ну а если же вы решили подавать сразу на побуд сталый по корням, то есть, минуя выдачу карты поляка, будьте готовы к тому, что вас ждет еще пару организационных вопросов. Такие как обязательный присажный перевод документов. То есть, те документы, которые подтверждают ваше родство с гражданином Польши, надо обязательно перевести. Вы будете проходить собеседование в управлении по делам с иностранцами. И также это гербовый сбор в сумме 640 злотых. Вот и все. Как вы видите, что в карте поляка, что и в карте сталого по быта по корням, есть свои плюсы и есть свои минусы. Вы вправе сами выбирать, каким путем идти, что вам легче и что вам выгодней, и что вам удобней. Поэтому, как вы видели из названия моего видео, карта поляка или карта сталого по быта, что лучше, что лучше решаете вы сами. И вы сами знаете, что вам выгодней, что вам быстрее и что вам удобней. Ну а на этом все. И если у вас остались еще вопросы, пожалуйста, пишите мне обязательно в комментариях. А также не забудьте подписаться и поставить лайк. На этом все. Пока-пока.